Про бегемотика. Шёл один бегемотик, один, одинёшенник, совершенно один. И когда он встретил много-много муравьёв и увидел, как весело они суетятся, он подумал, если бы и бегемотиков было так же много, как муравьёв. Представляете себе, что бы это был за грохот и топот, и гул, и гам, и бам, и террорам, и ужас, что такое. И представив себе это, бегемотик со вздохом пошёл дальше. Один бегемотик, один, одинёшенник, совершенно один. Дальше были пчёлы. Их тоже было очень много, и было только чуточку меньше, чем муравьёв. Они весело жужжали, и они были все вместе, и они никого не боялись. Нет, подумал бегемотик. Если бы бегемотиков было столько же, сколько в чём? Нет, это тоже невозможно. Это был бы грохот и топот, и гул, и гам, и ещё бам, и мама бы этого не позволила. И одинокий бегемотик, один, одинёшенник, совсем один, пошёл дальше. И дальше он увидел кроликов. Их было, пожалуй, не так уж много. Всего только сто человек. А как им было весело, как им было весело. Но сто бегемотиков? Вы представляете себе сто бегемотиков? Какой это грохот и топот? И гул, и гам, и что бы сказали соседи? И бегемотик грустно пошёл дальше. Один бегемотик, один, одинёшенник, совершенно один. Дальше были цыплята. Пятнадцать пушистых цыплят, которым было просто отлично. Так они дружно пищали, и дружно клевали, и дружно подскакивали, и дружно подпрыгивали, и дружно пробовали летать. Всё так дружно. Но пятнадцать бегемотиков? Какой это грохот, и топот, и гул, и гам, и вы же понимаете? А рядом на крылечке играли четверо котят. Всего только четверо. Но четверо бегемотиков всё равно, какой это грохот, и топот, и гул, да? Бегемотик пошёл дальше. Один бегемотик, один, одинёшенник, совершенно один. Потому что два бегемотика – это неизвестно. Это надо попробовать. И как раз показался ещё один бегемотик. Один, одинёшенник, совершенно один. А один бегемотик и один бегемотик – это два бегемотика. А когда двое? Всего только двое. Это оказывается хорошо. Так хорошо, так хорошо, что просто отлично. И при этом совсем-совсем тихо. Только иногда. Но всего только семь раз в неделю. Бывает и грохот, и топот, и гул, и бам, и ещё тарарам. И волосы дыбом, и гром, и молния, и землетрясение. Но это так замечательно. Конец. 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 Конец.